И снова здравствуйте, всем привет! Итак, давайте сейчас попробуем в этом ролике сделать лук. Я объясню, как это всё дело устроено. Что лук, что значит рик персонажа. Это одни и те же кости и почти одни и те же настройки. Сейчас мы это всё дело разберём. Потом, значит, попробуем анимацию, наверное, стрельбы из лука. Как это всё дело происходит, как это всё дело обыграть. Ну, погнали. Так, персонажа я в этот раз не делал. Я, значит, его скачал с Миксама. Так, где у нас тут? Вот такая гражданка. Это персонаж с Миксама. Рик тоже Миксама. Сейчас объясню, как с ним работать. Так, и что нам понадобится? Ну, понадобится нам лук. Вот здесь присутствует, значит, чехол и стрелы у персонажа. Сейчас попробуем это всё дело отделить. И потом уже как пойдёт. Так, файл. Переходим в Object Mode. Так я нахожусь в Post Mode. Теперь, значит, файл. Импортируем сюда файл FBX. Так, тройка на нампаде. Вот такой, значит, скачал я, опять же, сам не делал. Скачал я лук. Скачал вот эту всю штукатуру. Стрелы и так далее. Так, теперь я хочу удалить у персонажа. Или даже... Раз у персонажа стрелы есть, возможно, вот этот тогда чехол и лук нам не понадобятся. Хотя они прикольно так сделаны. Всё упаковано. Стрел побольше. Можно стрелы воткнуть, значит, персонажу в чехол. Этот чехол мы удалим. Выбираем только стрелы. Смотрим, что да как. Это нам нужно включить N-панель ScreenCaskey. N-панель отключить. R покрутить, подставить G. Ну, чтобы, как бы сказать, покучнее было, поприкольнее. Так, это всё можно S немножко G уменьшить. Хотя нам стрелы понадобятся побольше. И вот чем меньше, они уже как бы не смотрятся, да? Ну, давайте сделаем S побольше. Так, уберём их в чехол. Как-нибудь. Ну, вот таким вот образом. Придётся, наверное, всё-таки уменьшать. Или чехол прибавить. Вроде бы чехол не маленький. Так, немножко это ещё дело подкрутим под чехол. Так, семёрка на нампаде. Давайте ещё какую штуку можно сделать. Значит, сделать Shift D. Продублировать. И, значит, привязать это всё дело с SET Origin к 3D геометрии, чтобы удобнее было крутить. Чтоб там финнадюжить не изъёживаться. Стройка на нампаде. И R немножко под чехол подгоним. О, вот теперь мне нравится. Уже кучнее. Как-то стрел побольше уже прикольно. Так, стрелом я поставлю материал. Или, в принципе, у меня должны быть где-то текстуры к этой штуке. Давайте подключим add текстуры и match текстур. Open. Так. По-моему, вот это у нас и есть стрелы. А тут всё в одной, значит, и стрелы. Раскраска. И, значит... А ну-ка, это поцветнее будет. Но это уже с цветами, да. Вот, пускай будет. Так, текстуры подключились. Единицы на нампаде. Всё это как бы G, чтобы красиво было, да. На один бок кинем. Так, теперь... Тройка на нампаде. Лук у нас маленький. Стрела у нас вот эта большая. Значит, так. Будем лук... Так, прибавлять S размер вместе с стрелой. Чтобы потом подгадаться. Так. Ну, я думаю, побольше нормального такой размер будет лука. Выбираем стрелу S, G. Подгадываем её, значит, по размеру. И оставляем запас на натяжку. Так, всё это нормально. Стрелу мы поднимем кверху, чтобы она нам не мешалась. И ещё какая штука. Мы имеем риг Миксама. Можем сделать риг Луку. Это чтобы всё было отдельно. Но можем делать и вместе... Так, соединить этот риг с ригом, значит, Миксама. Благо, Миксамовский риг позволяет вносить изменения. Ну, давайте так и сделаем. Чтобы это был один риг. И чтобы анимация нормально происходила. Чтобы не лазить потом. Забыл выделить, допустим, риг Лука. Или забыл там нажать риг Персонажа. Выбираем риг Персонажа. Заходим в Edit Mode. Вот вы видите, что настройки меняются после... Так, это у нас модификатор. Как вот, аддон Миксама преобразует настройку костей, значит, как и риг Тул. Этот аддон. Принцип тот же самый. Замена внешнего вида костей. Мы погнали. Так, тройка на нампаде. Тройка на нампаде. И нам понадобится какая-нибудь косточка. А какая-нибудь косточка, нам нужно ее вытянуть. Е. Вытягиваем какую-нибудь откуда-нибудь кость. Делаем Alt-P Clear Parent. И все это дело вписываем, подставляем к нашему луку. Поближе вот так поставлю. Текстуру можно будет отключить. Чтобы глаза не мозолили. И уменьшаем. Подгоняем посередине где-то лука, вот эту всю штуку. Это будет у нас одна косточка. Единица на нампаде. Смотрим, что она от лука отходит в сторону. Обязательно надо ввести это дело в меш. Пардонте. Сегодня у нас тут душно. Так, и погнали. Е английское вытягиваем. Вытягиваем ровно так, чтобы лук гнулся более-менее адекватно. Полностью повторять, значит, изгиб костями не надо. А вот повторяем именно вот эти вот углы сгиба. Погнали теперь. Тут побольше косточку поставим. Ну, вот где загиб побольше, можно поставить загиб побольше. Так, теперь здесь нам много костей не надо. Давайте просто джи. И пусть будет тут цельная кость. Мы её для удобства подведём, значит, к тетиве. И теперь что делаем? Можно это всё скопировать и инвертировать. Ну, давайте просто вытягивать в эту теперь сторону. Вытягивать можно по-разному. Сильно не копируйте количество костей. Просто вот по внешнему виду тут можно джи дойти прямо до связки. Так, у нас тут ещё видите, что какая-то линия тетивы есть. Возможно её тоже зацепить, чтобы она не уходила от настройки потом веса. Ну, вот эту немножко джи давайте вот подровняем. Следом, что нам? Нам понадобится, как и всегда во всех ригах, должна быть кость управляшки. Мы её вытягиваем. Это будет кость управляшки. И вот эти кости сразу привяжем к ней. Ctrl-P, Keep Offset. Следом, нам понадобится ещё одна косточка. Е нажимаем, сбрасываем щелчок левой кнопкой мыши. И просто мофтанем, чтобы они были зеркально. Alt-P, Clear Parent. Всё это дело отвязываем. Всё это дело подгадываем. Подводим к тетиве. Смотрим, чтобы она прямо была в тетиве в мэше. Тройка на нампаде. И теперь нам опять понадобится кости управляшки. Е вытягиваем кость управляшки. Alt-P, Clear Parent. Потому что кости управляшки должны всегда быть отвязаны. Так, теперь опять же Е вытягиваем косточку. Alt-P, Clear Parent. И эти кости управляшки раньше привязывались к стопе ноги. Но раз ноги у нас нету, нам куда-то их нужно привязать. И давайте мы выберем все вот эти кости. И просто привяжем к нашей центральной, которая будет отвечать за движение всех костей. Ctrl-P, Keep Offset. Все, риг сделан. Теперь, что нам понадобится? Нам понадобится еще одна косточка. Вытягиваем из любой косточки. Alt-P, Clear Parent. И поднимаем ее на нашу стрелу. Вот так вот. Можно ее сделать поменьше, не суть вопроса. Если здесь будет касаться рука, можем ее поставить на середину, чтобы мы видели саму стрелу. И вот это, где будет анимация происходить, держание пальцами. Так, все. Вот эту, значит, стрелу мы потом можем привязать к любой части или персонажа. Если будет браться, значит, стрела и действовать отдельно, то мы ее можем просто привязать. Ну, давайте, знаете, что сделаем? Сделаем еще одну косточку. Вот так вот. Е. Alt-P, Clear Parent. Мы ее привяжем сейчас вот к нашему вот этому. Пусть он будет ровно, значит, да? Тут без разницы, как она будет. Повторять форму чехла не имеет смысла. Просто пусть так находится, чтобы мы потом сильно глаз она не резала. И все это дело привяжем к позвонку. Ctrl-P, Keep Offset. А потом мы привяжем вот эти стрелы, привяжем к ней. И получается, что стрелы постоянно будут привязаны, значит, к этой косточке. И не будут никуда убегать, куда-то там дергаться и так далее. Можем косточки просто привязать к позвонку без этой кости. Ну, в смысле, стрелы привязать к позвонку. И они будут следовать именно за каким-то одним позвонком. Но я думаю, косточка будет удобнее. Так, ну, в принципе, вот и все, что нам и понадобится. Так, Object Mode. Теперь персонаж уже привязан. Нам нужно выбрать, значит, просто лук. Лук. И сделать, так, подождите. И сделать Ctrl-P, White, Automatic, Widget. Все. Персонажа не трогаем. Он уже настроен весами там с программой. В принципе, ничего с ним не должно произойти. Так, выбираем стрелу, выбираем кости, заходим в Post Mode. А здесь мы уже вяжем Ctrl-P, Bone. Почему? Потому что это кость, значит, стрела просто будет костью. Все. Так, Object Mode. Выбираем теперь наши стрелы. Где они тут? Вот, а стрелы у нас тут две. Значит, Ctrl-J. Объединяем их, чтобы это был один меш. Выбираем их, выбираем вот эти, так. Выбираем стрелы. Выбираем RIG. Выбираем Post Mode. И вяжем вот к этой кости, которую мы создали. Ctrl-P, Bone. Не надо White, Automatic, Widget. Просто можно боном уже вязать. Так, все это хорошо, все привязано. Но теперь нам нужно выбрать только RIG и настроить RIG. Погнали. Так, это будет у нас управляшка. А это будет у нас Inverse Kinematic. Через Shift все это дело убираем. Ctrl-Shift-C. Делаем Inverse Kinematic. Заходим в настройку Inverse Kinematic. И тут такой вопрос. Мы хотим, чтобы лук гнулся до какой части, да? Допустим, только вот эти усы, чтобы гнулись. Вот, 2-3 кости. Или прямо от середины, чтобы он гнулся. Вот мы теперь сколько хотим изгиба, добавляем столько костей. Считаем. Раз, два, три, четыре. Все. В принципе, на 4 косточки, я думаю, будет достаточно. Если нет, можно добавить. Если много, можно убавить. Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic. Здесь тоже давайте на 4 косточки поставим. Все. Хорошо. Теперь что нам нужно сделать? Выбрать центральную кость и вот эти управляшки. И делаем Ctrl-Shift-C. Лимит дистанция. Пока тут ничего не трогаем. Потом можно настраивать, насколько она далеко должна оттягиваться. Но это, в принципе, уже по анимации. Ctrl-Shift-C. Лимит дистанция. Проверяем наш лук. Выбираем мов. Ну вот у нас лук гнется. Так вот. Усы гнутся. Середина вроде бы не задействована. Ну, можно еще прибавить. Ну, давайте по 2 косточки. Так. Проверяем. Где-то я поставил многовато. Ну, вот уже нормально. Ctrl-Z. Все хорошо. Эта косточка у нас будет. Так, что-то у меня стал подтуплять. Не есть гуд. Вот эта косточка у нас теперь будет переносить весь, значит, лук. А эта косточка будет все это дело двигать. Двигать кость. Что мы делаем? Мы заменяем косточки управляшки. Вот эти все управляшки. Ну, давайте на кубы. N-панель. Rig Tool. Куб. Крит. И уменьшаем. Я думаю, так будет нормально все видно. Добавим теперь бонгруппы. Добавим группу красную, чтобы видеть. И назначим. Так. Вот эти кости уже они настроены. И в принципе они нам больше не понадобятся. Вот эти. Инверсы кинематики. Все. Лук в принципе сделан. Центральными мы тоже управлять не будем. И тогда, получается, уберем их, да? Сделаем просто линии. Лайнеры. Крит. Ну, вот так их уменьшим прям, чтобы их не было. Ну, назначим, какой он цвет такой. Это кидаем. Так. И вот этой косточки, чтобы мы знали, что это тоже управляшка, мы добавим куб. Давайте куб. Крит. Исижен. Все. Rig у нас настроен. Теперь что? Нужно делать анимацию. Единица нам падим. Файл. Сохраняем. Файл потом будет в группе. Если вы захотите, допустим, поэкспериментировать, пострелять, то это уже делать можно с готовой вот этой моделью. Парни! Кончайте эти сопли! Вас ждет вторая серия! Итак, часть вторая. Значит, у нас идет анимация. Rig у нас подготовлен. Все настроено. Теперь мы выбираем только Rig. Заходим в PostMod. Вытягиваем Timeline. И попробуем сделать, значит, какую-нибудь эдакую анимацию. Так, первым делом нам нужно передвинуть все это, переместить. Как это все дело делается. Выбираем, значит, или весь всего персонажа, или вот эту платформу. Давно я не работал. Давайте посмотрим. Да. Выбираем платформу. Рут, кость, семерка на нампаде. Перекрутим нашего персонажа. Так, хорошо бы его... Ну да, тут чуть-чуть... Так, хорошо бы, чтобы он стрелял в другую сторону, потому что... Ну, тройка на нампаде. Вот если я нажму тройка на нампаде, вы видите, он ко мне стоит спиной. Пусть он стреляет, значит, на тройку на нампаде. Так, а ну-ка, проверим другие ракурсы. Все, этого ракурса я что-то не наблюдаю в блендере. Все, ладно, проехали. Тройка на нампаде. Семерка на нампаде, значит, R. Выберем теперь всего весь рик, английская A. И перекрутим его весь тогда. Не хочет. Почему? Потому что здесь, в этом риге, значит, у нас будут все перемещения, все перемещения только на счет рут кости делаться. Если вы захотите передвинуть все кости, у вас будут вот такие разрывы. Семерка на нампаде, ничего не проблема. Передвигаем только персонажа. Тройка на нампаде, а так как у нас есть кость управляшки, вот, то мы семерка на нампаде, R, перекрутим наш лук и передвинем его просто куда нам надо. Там, джи, вперед. Так, тройка на нампаде. Пока это нам не понадобится, нам нужно теперь подготовить кисти рук. Давайте все это дело погнем. гнуть, опять же, наверное, попробую. Р на нампаде перекручу. Значит, лук, R, джи. Так как она будет его постоянно держать, пусть сразу уже будет под руку ей. Так, перекрутили лук. И теперь какая шняга. Давайте сразу здесь согнем пальцы рук, выберем их. Так. Сначала выбираем тут не люблю я, когда вот эти вот все пальцы рук установлены на вот эти цирквы. Почему? Потому что, вот видите, они тут переплетаются и очень бывает неудобно. Так, тройка на нампаде и ровненько R загибаем. Следом нам понадобится выбрать промежуточные вот эти костяшки. Настройка самая долгая это вот именно рук, пальцев, вот это все изгибы. Так, есть такое дело и значит загибаем теперь вот эти вот части, где у нас ногти. Все это дело мы загнули, все загнулось, вроде бы нормально, за исключением мизинца. Ну, а тут еще нужно их подгонять, допустим, вот так. Это я выбрал так, здесь вот с мизинцем чуть-чуть наверное немножко веса плоховато настроены, да? Ну, не беда. Ну, да, что-то он тут немножко у нас подгоняет. такое чувство кого-то у него одна кость отвязана. Так, ну, ладно. С этим делом я потом разберусь, не столь это важно. Теперь нам нужно подогнать, перекрутить большой палец и подогнуть его. что-то с пальцами тут очень не есть гуд. Так. Alt-G. Альт-G. Альт-R. И тогда мы его давайте подзагнем на замок. с пальцами тут еще нужна какая штука, что они как бы когда а вот соседний палец привязался к мизинцу. Ну, ничего. Бывает тут такие косяки и этот палец тоже привязался. Что-то значит миг сама немного подтупляет. неправильно настроился. Ну, ничего. Теперь мы это все дело опускаем, подгоняем к нашему луку. Лук поднимаем к нашей значит руке. G. И вот все должно перекрываться. Вот эта штукенция вот сюда должна попасть. Чтобы у нас лук в руке сидел правильно. Более-менее так вот. Раз. если делать точную прям анимацию да, то тогда желательно все пальцы выгонять так, чтобы ну, они не заходили в меш. Вот как-то так-то. это дело хорошо. Следующее. Эту руку мы потом настроим уже когда будет у нас значит происходить стрельба анимация. Но тут теперь какая штука. Мы можем привязать косточку управляшку именно к руке управляшки. Что рекомендую сделать это прописываем а и прописка но вы видите окошко не высветилось. Нам нужно вот в этом кейнг отключить локация. Здесь стоит только локрот и постоянно будете крутить локрот локрот а так будете прописывать и скайл и так далее. Разные вещи. Зайдем ка мы значит в edit мод и выберем нашу кость управляшки и привяжем ее к руке управляшки. Так что-то тут с рукой этакое происходит не хочет выбираться почему-то значит какой-то косяк там ну с рукой косяк по любасу значит выбираем кость управляшки вот которая выбирается нормально которую я уже вставил и через shift выбираем кость значит кисти ctrl p и post заходим в post мод теперь у нас будет все привязано именно к руке и теперь нам нужно просто управлять рукой так а куда у нас делась рука ай 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 почему ты так ушла она не хочет к этому делу ввязаться ух ты господи ты боже мой ладно будем по старинке ctrl z ctrl так что же тут будем по старинке просто так двигать так а тут кто у нас еще прописался g голая анимация мы ее уведем на нулевой кадр так это дело есть теперь что нам нужно сделать ну поставить ее в нормальную позу да нам понадобится тазовая кость мы чуть-чуть значит расслабляем уводим ногу чуть-чуть в бок переведем вес чтобы перевести вес нам нужно выбрать теперь и лук и значит управляющую кость и кость кисти чтобы это все вместе правильно двигалось ну здесь уже лучше смог работать вот все ноги теперь у нас расширены но теперь нам нужно расслабленную позу такую а расслабленная поза у нас когда у нас лук просто висит перекрученный и облако облокотить его к колену так приподнимем немножко ключицу эту ключицу немножко опустим и эту руку немножко тоже расслабим так выбираем руки выбираем всю вот эту все кости управляшки рук лука и теперь мы будем крутить значит вот эту всю будем крутить тело таз остается в принципе на месте покрутим значит предтазовую кость семерка на нампаде сделаем р немножечко так перекрутки и теперь эту кость можно отключить и перекрутить значит кость или отдельно давайте просто покрутим кость значит ребер тоже перекрутка дана ну и самое важное семерка на нампаде это р голова смотрит по плечу так ну так вот ровно она конечно смотреть опять же не может да так она немножко идет с изгибом тело опять же ровно до такой степени стоять не может все идет с изгибом ну а так в принципе все хорошо прописываем а и лок рот это будет первый кадр теперь десятый кадр у нас тройка на нампаде можем даже какую штуку обыграть что голова поворачивается уже на десятом кадре но это потом можно вот эти десять кадров или двадцать обыграть не проблема ну пусть типа она смотрит ладно теперь десятый кадр так на десятом кадре джи рука р относится вперед как-то так здесь немножко поиграем опять же раз рука пошла вбок должна быть как бы напряг ну в ее сторону тоже тело должно повернуться а раз поворачивается тело то семерка на нампаде немножко должна и игра не игра голова значит чуть-чуть прокрутиться одновременно одновременно что происходит человек не может держать полностью плечо вот таким вот образом поэтому мы его немножко создадим плечу движения семерка на нампаде сделаем движение ключицы так и немножко ключицу значит джи поведем вперед вот рука на натяжечке все зашибись а и локрот смотрим вот такие у нас появились круговые движения такие легкие доводим до 20 кадра следом так здесь наверное будет уже немножко посложнее джи поднимаем руку поднимаем кисть вот так да и здесь уже нужно вывернуть вот эту косточку которую я здесь не вижу вот здесь должна быть кость которая должна перекручивать руку инфронт у меня включен значит здесь здесь одна движуха это локтем опускаем локоть поднимаем значит джи перекручим руку здесь еще кисть так вот неудобно о все кисть поднимается и уже когда поднялась кисть начинаем значит сгибать пальцы два указательных вот этот и вот этот мы сгибаем чуть-чуть ох как знаете как он подвязал да ну а что поделать ладно я сразу не проверил видите тянет кости вот эти привязались так что ладно давайте попробуем обыграть это все дело так а и поставим значит первый кадр потом передвину зайдем в object mode и попробуем перевязать все это дело тут видите в чем еще одежда отдельно а вот этот персонаж отдельно так что перевязываем ctrl-p white automatic widget и вот bone head vertex вот ошибка значит с этими сеткой ну зайдем в edit mode зайдем mesh и найдем clear и найдем merge by distance 0 vertical здесь ошибка короче идет в сетке и поэтому может неправильно провязаться вот он так теперь и будет это надо переделать полностью сетку ну ладно покажу как нибудь постараюсь так ладно косяк не проверил я значит персонажа так двадцатый кадр повторяем то же самое значит поднимаем G уводим G локоть делаем R кисти вот всегда нужно проверять значит персонаж на вот эти все ну доверился миксам думаю ну вроде таких косяков никогда у меня не было особенно с пальцами это настройка моего значит персонажа когда была а здесь получается уже персонаж немой и значит что мы сделаем ну загнем полностью все пальцы раз они связались вместе весами я не хочу сейчас сидеть заморачиваться все это дело каждый палец находить тем более хочется вам показать именно систему как это все значит дело работает в анимации и вот если будете делать свой риг никогда не заменяйте пальцы вот этими цирклами да или хотя бы если заменяете разные делайте допустим кубы сферы и допустим цирку чтобы вы знали что я убираю одни кубы это середина сферы это у меня значит перед пальцев и цирку это вот конечная да ближе к кисти так ну вот пусть будет как бы так бы да ну а этот палец для приличия значит загнем чтобы он нам не мешал стрелять вообще-то нужно вот эти два еще оставить вот эти а ну-ка попробуем вот а вот эти два должны быть уже загнуты но если я сейчас опять же их начну гнуть они потянут за собой соседние видите полигоны привязались это уже сеткой косяк какой-то ну не суть вопроса ладно все прописываем так раз она руку поднимает то у нее должна подняться и ключица так когда эта ключица поднимается то эта ключица должна G расслабиться а и lock рот потом нужно будет поработать еще с мягкостью вот этого перехода так теперь у нас выходит тридцатый кадр на тридцатом кадре гражданка должна у нас уже лезть значит куда G она должна уже лезть у нас значит за стрелами когда лезет за стрелами значит у нее рука прям вот смотрите как вот аж вот так должна быть изогнута ну конечно не так кошмарно но где-то и видите настройки нету на кости идет перекрутка так тут еще значит чуть побольше в эту сторону вот и ну вообще ломка везде идет ну это шиздец и ключица поднимается потому что ну как рука движется вверх туда вот и все это значит с ключицей должно работать так а раз это все поднимается то голова немножко наверное не голова а тело должно немножко наклониться чтобы как бы чехол подался к ней к руке и таз выбираем все кости управляшек и персонаж должен быть как бы присесть так а и локрот вот что-то он 548 кейфреймс фор кейнинг цель 2к цель что-то там пишет так ну вот у нас есть еще стрела у стрелы прописались анимации мы эти анимации можем удалить и значит нам нужно чтобы эта стрела эта стрела оказалась в тихле мы ее подгадываем тут подкручиваем конечно запоминаем где этот вот наш квадрат чтобы не перепутать с квадратом значит всех стрел так и прописываем только ее и лок рот и теперь shift ставим ее на начало переводим на первый кадр все стрела находится у нас где она находится находится у нас в чехле вот все она тут находится находится и движется вот чехол видите она приседает по-хорошему чтобы чехол двигался к нему нужно косточку чтобы приподнять его вроде бы как на лямке она там на ремне тоже чтобы было движение ну тут же еще конечно бы косточки на вот эту тряпку чтобы тряпку поболтыхать вообще бомба была анимация так ну вот она значит приседает все тут дело английская а теперь нам понадобится сороковой кадр так на сороковом кадре что происходит ну должно уже состояться движение значит вот этого лука да мы его значит R G уже подводим как бы подготавливаем под стрелу на вытяжку вот так вот чуть-чуть отводим и на этом же кадре выбираем нашу стрелу нашу значит руку так делаем G делаем R вот еще что хочу сказать видите сколько много настроек кубы сферы да вот вид сверху вот вы сейчас видите да вот все нужно устанавливать так чтобы у вас потом ну как видно было где глаза да где какие-то части тела чтобы вы отсюда могли их выбрать так теперь значит мы это дело перетягиваем так R R кисть перекручиваем и значит раз у нас тут с пальцами проблема я просто выберу теперь вот эту стрелу и R как будто она ее достала переведу ей как бы в руку да так ну она вытягивала пальцами передними она не кистью вытягивает значит она должна быть у нее между пальцами вот именно первыми двумя вот этими желательно вот такие моменты сразу вставлять чтобы потом их не переделывать сильно так ну на кисть не обращаем внимания да потому что повторюсь она у нас тут косит и теперь значит куб со стрелой выбираем G G подаем вперед R делаем перекрутку и так как она доставала control так ну давайте просто G приподнимем локоть так раз локоть приподнят стрела смотрит вверх не есть good на 40 кадре она должна как бы обращена быть значит кому обращена должна быть к луку вот так вот в этот момент значит чуть-чуть она еще опускается и лук вот на этом моменте вот на этом моменте должен быть уже вот неудобно вот эти кубы искать один второй все накладываются друг на друга так нужно это дело заменить G вытягиваем значит R перекручиваем и G значит как бы вот так вот ну раз это дело уже вытащено то тогда выбираем выбираем управляшки и таз и тут она чуть-чуть значит выпрямляется ну и можно значит все кости уже чтобы позвоночник не трогать все равно придется так Ctrl Z крутим ту косточку которая не привязана значит у нас ни шиша Ctrl Z и значит стрелу будем тянуть вместе с рукой и с позвонком и теперь чуть-чуть еще больше на излом так и вперед наверно во так смотрим вот теперь видите что у нас на 35 кадре рука проскакивает да вот нет вот этого момента где она вытаскивает стрелу получается нам нужно выбрать стрелу так что ты тут уже она выбрана выбираем стрелу выбираем кисть руки и значит так R G R стрелу значит это мы попадаем между пальцами так и на этом моменте тут уже а ну как как бы вот она здесь уже G ее еще вытянуло R перекрутило да ну как-то так да только угол еще держит наш вверх поднимало а и лок рот и добавим перекрутку вот самое что интересное вот эти моменты значит да нужно полностью просматривать вот эту амплитуду чтобы что-то не проходило через голову там или еще как-то так и что у нас получается это вставляет так так и но можно использовать отличаться если то так а здесь она должна уже кисть значит перекрутить семерка на ампаде просто сделаем перекрутим чуть-чуть уведем вперед и тогда локоть уже потихоньку нужно возвращать кисть он уже что-то на тетиву теперь она должна стрелу подвести к тетиве и лук уже как бы выравнивать да это уже будет у нас 50 кадр выбираем значит кисть руки выбираем стрелу выбираем кисть руки еще одной кисть руки так значит этот лук и смотрите теперь это все дело значит G уводим вперед R выравниваем все это дело так вот убегает вот этот стрела не есть good ну потому что она не захотела привязываться значит к чему к руке потому что у руки что у руки значит косяк с сеткой так это значит G R еще больше по пальцам ну тут я неправильно наверное все таки стрела должна быть как бы наверное ну да на пальцах ну внутри кисти ну в маке потом подправится так есть выбираем стрелу и вот где у нас будет растяжение здесь она значит должна перекрутить стрелу перекрутить кисть так во внутреннюю часть ага потому что на наружу нифига не получается на внутреннюю часть она все это дело ложит выравнивает подгадывает под палец который тут должен тоже быть раздвинут вот так да и теперь в чем проблема проблема у нас в ключице ключица должна немножко теперь расслабиться а вот этот вот сфера шар а ну-ка куда он должен смотреть вот сюда да теперь вот в чем будет неудобство все в руку она допустим положила все это дело настроена так выбираем все что можно управляющие так и теперь тазовую кость она должна немножко упор на другую ногу принять так и немножко на больше контрол z немножко перекрутиться и вот опять же голова тут голова уже должна конкретно почти смысл посмотреть на цель вот так так ну вроде бы как бы попал да наклон наклон вперед когда она вот эту руку до тетивы доводит вот упор да тут наверное еще чуть-чуть на ноги задействовать чтобы больше движения такого было вот чтоб ноги тоже с тазом танцевали о придется еще один кадр прописывать видите что тут уже стрела вышла из кисти так и наверное чуть-чуть я повыше так на 60 кадре тут уже она должна выровняться и лук уже должен в исходное положение как бы тетива натягиваться и рука уходит да как бы разворот такой так обыграем 60 кадр когда непонятно что должно произойти давайте один кадр оставим и сделаем что так вот здесь уже ай-яй-яй будет тяжело в каком плане что давайте попробуем выкрутиться вся эта штукенция тут еще рука ушла значит ctrl z ctrl z синий куб так это значит кисть перекрутим 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 о что-то тут альт g альт r так вот это вот летающая стрела немножко поднадоедает нужно ее потом привязывать значит кисти руки если при стрельбе уже будет делаться нам так так выравниваем теперь позвонок потому что нам нужно чтобы стрелок был именно наверное изогнут изогнут голова у него должна смотреть на тетиву а рука так так а рука как рука да так рука должна перекрутиться перекрутиться семерка на нампаде r тоже перекрутиться выровняться g уйти на натяг перекрутиться спина спина должна у нее сделаться ровной ноги выровняться тут тут у нас так вот это что у нас вот тут уже должна натяжка у нас быть так кисть руки и стрела значит должны быть вот тут а стрела должна быть вставлена уже вот сюда семерка на нампаде r перекрутка g походу лук маленький но ничего мы это дело сейчас обыграем так позвоночник теперь мы все таки выкручиваем так 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 вот здесь уже с локтем как-то не так получится даме получается нужно уводить ключицу и как бы наверно крути тело вон да а раз тело перекручено то тогда нужно еще ты тут тетиву увести на грудя вот так вот джей вот эта рука слишком на натянута ну-ка сейчас проверим ну да так и погнали подгонять теперь значит у нас стрела теперь у нас рука и теперь у нас это тетива выравнивается теперь у нас лук перекручиваются так стрела попадает проваливается в лук это не есть гуд вот как-то так-то на верхний палец так и вот здесь уже непонятно да слишком большая амплитуда лук слишком маленький получается Kadилиk К К К кадр хороший вроде бы прописан а и вокруг это потом уже нужно шлифовать будет вот здесь прописан уже он прописался готовы его крот по идее она еще его должна натянуть но стрела маловатая как это дело обыграть заходим в облик мод находим саму стрелу давайте сделаем с вот теперь у нас есть запас и нормально выбираем рик осмотр все стрелатель будет побольше так английская м 80 кадр ну давайте попробуем натянуть д так выбираем значит что выбираем кисть руки выбираем тетиву выбираем значит стрелу но в принципе пока все как наверно все таки локт повыше и ключи то тогда повыше так раз мы это все выбрали то тогда теперь нам понадобится 80 кадр выбрать кисть руки значит наш вот этот балет тройка на нампаде и и и джи немножко и поднять по уровню глаз ну все вот она выравнивается и а и локрот и это мы перетянем джи так на 90 вот натяжечка хорошая и теперь сотый кадр так тут она целится еще ладно пусть целится давайте 110 110 110 она отпускает пальцы пропишем ей пальчики вот видите как тут много значит костей это очень неудобно когда все кости заменены здесь на что-то этакое то это очень неудобно и и и все здесь она бросает значит тетиву и у нас получается что значит у нас тетива уходит и стрела улетает к ядрине фени да потом расстояние можно подгадать а и локрот и на 120 на 120 значит рука уходит G не то уже выбираю так G уходит назад расслабляется голова шея значит расслабляется это альт G альт R альт G альт R альт G альт R возвращается на место все кости и вот эта рука вот эта рука с этим значит значит с этой фигней вот так перекручивается и G опускается вот большую амплитуду не давать ну и тут еще тетива чтоб альт G альт R выровнялась как тройка на нампаде а и локрот возможно тут побыстрее нужно сделать чтобы она не на 90 так 110 наверное нужно затянуть 90 немножко shift D на 100 ну да уже нормально так и на 130 140 английская а нам просто понадобится первый кадр ну можно взять первый можно там не знаю какой-нибудь промежуточный там если попадет какой то ну вот этот CFD на 140 мы ставим потом ставим свободную позу ну пусть будет 200 начинаем так с какого третьего кадра в чем тут еще косяк мало движения значит ведь я сделал мало движения ногам вот в принципе когда она стреляет она напряжена да но в расслабленном уже состоянии то она должна как бы ну более так опуститься что ли вот раз там расслабиться где то что то так ну вот руки расслабились расслабились вот здесь можно добавить промежуточный чтоб она вниз руку не опускала просто оттянула допустим вот так так и здесь значит лук поправить ого кистоправ тут кисть перевернула ну опять же чтобы в меш не заходил значит у нас тетива 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 наверное нужно с внутренней стороны была руки а и вокруг и вот тут опять убегает значит у нас что тут ctrl-z косяк с кистью ну а здесь уже шлифовка и ускорение скорости можно так допустим то так на сто сороковом тут еще можно до двухсотого добавить допустим 3-4 кадра там чтобы она как-то посмотрела допустим сюда вот вперед в кадр там еще что-то так вот он стреляет что-то мне кажется что где вот она опустила тетиву видите вот этот опуск давайте подправим его значит перекрутим ей шею создадим какую-то движуху тут вот этим всем кубам так как вот я тут лучше вот и с вот как Так, тогда здесь уже, раз переписалась рука, один кадр можно удалить. О, нормально стрельнуло и нормал. Ну вот такая вот анимашка, вот так вот значит все с ригом тут работает. Теперь нужно найти нормальный ракурс 0 на нампаде, shift, f, сочетание клавиш, давайте погуляем и подстроимся под какой-нибудь именно вид. Если вы делаете крупный план, то вам в принципе или снизу вот допустим самый классный вид будет, вот так, если даже ноги не показывают все. Вот, забираем, значит у нее, чтобы было видно вот грудь, значит этот какого, лук и вот уже ракурс есть, все, вот она берет. Нормально, shift, f, только еще нужно поработать, потом берем крупный план, где-то вот так, наверное, облетаем и вот уже какой-то сюжет получится. Так, прописывать, значит камеру. Ставим на первый кадр, выбираем камеру и пишем и локрот. Так, все она не прописывается, значит будем в обзор мод писать. Выбираем камеру и локрот. Вот, это будет первый, так, третий кадр. И вот пошел, пошел, вот она берет, видите, тут нужно косяка я упорол, нужно вот со стрелой будет поработать. Но это уже на шлифовке. Вот она тут пляшет, нужно ее поудалить и заново всю прописать, от первого до последнего кадра. Тогда она будет мягко, все это дело смотреться. Вот перекрутка неинтересная, рука вот ушла, видите. Вот, все это нужно потом на шлифовке смотреть, где какие у вас косяки и все это дело ликвидировать. Так, потом все это дело ставится, оттягивается. Задержку можно здесь, значит, поставить, shift F. Облет какой-то добавить, допустим, вот раз. Ну, если косяки какие-то есть у вас, а они по любасу будут, да? И, значит, раз, и допустим, вот, смотрим на стрелу, прописываем и локрот. Вот, ну, это слишком мало, конечно, вот. Вот камера полетела, видите, уже персонажа не видно. Значит, что нам нужно сделать? Она смотрит не туда, на каких-то кадрах, shift F. Так, пардоньте, ноль на нампаде, shift F. Вот там момент заряжания, допустим, и локрот. Вот раз, 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 она все это дело подносит. Здесь она смотрит, а здесь мы засобачим shift F. Крупный план, допустим, вот так вот. Так, здесь вот уже облет камеры от момента, значит, заряжания до момента натягивания уже уходит. Shift F. Так. Shift F. Подгадываем, допустим, раз. Выдерживаем какую-то рамку. Оп. Даем мягкость. И вот здесь уже внимание на руки, да. Значит, выбираем shift F. Побольше руку. Захватываем чуть-чуть лицо. Ну, так будет. Можно R нажать, перекрутить и локрот. И потом бац. Она стреляет. Вот мы показываем, потом, возможно, shift F. Вместе со стрелой улетаем куда-то там, допустим, да. Или, допустим, уже возвращаемся. Ну, надо показать кадр, куда это дело все попало, допустим, во врага. И теперь shift F. Так. Наверное, лучше вид сверху. О, вот такой вид, думаю, будет лучше. И подальше. И понедельник чуть-чуть. Так, вот это здесь прокрутка тоже не есть good. Лучше использовать, конечно, другую камеру. Она настроена на костях. Я уже показывал. Ссылку оставлю в описании. Так, теперь shift F. Вот здесь она, значит, выпускает где-то стрелу и локрот. Ссылку оставлю в описании. Так, здесь вот видите ноги. Не есть good. Тоже поправляем. Вводим, допустим, где-то ракурс ее. Подбираем большой тоже. Подбираем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь слишком много плавности, облёт большой, здесь уже нормально вроде. И опять пошла вот эта крутизна, поменьше, наверное, нужно брать крупного плана. И на три, как её называть, правила третей, вот, тоже настройка вроде прошла, уходит на другую, вот на середину главный план. Ну, слишком короткая анимация, чтобы так часто облетала камера. Нужно выбирать где-то 3-4 ракурса. Крупный план, так, значит, этот лук, потом у него уходит опуск, потом опять, куда полетела стрела, и, в принципе, возвращается на мимику, значит, этого персонажа. Так, что ещё? Если вам понадобится... Как её? Если вам понадобится, чтобы она постоянно доставала стрелу, как это всё дело сделать? Ну, это короткая должна быть анимация, она должна стрельнуть, и просто возвращается назад, и вот она опять достаёт, и, в принципе, опять достаёт, и всё. И так можно монтировать до бесконечности, что она стреляет, и стрелять где-то чаще, где-то быстрее, где-то медленнее, короче, где-то чуть изменить, значит, положение рук, и сделать, допустим, три варианта стрельбы. Ну, как вариант. Так, этот файл будет, значит, в группе, если кто-то захочет, можете удалить здесь все вот эти анимации. Так, это значит, PostMod английская А. Можете удалить все анимации и попробовать свою. Вот базовая уже есть, всё вот настроено. Ну, повторюсь, тут, значит, нужно весами достраивать, докрашивать вот это всё пальцы, потому что они там чёт-то косяка какого-то впарят по сетке. Так, ну, вот такая штука. Всё, всем пока, до свидания.